Приветствую, друзья! По просьбе подписчиков, сегодня мы с вами прогуляемся к объектам, которые находятся по адресу Проспект Строителей, 32 и 30. Дима! Привет, дорогой! Ты куда собрался? За машиной еду. А, да? Ну да. Уже позвонили, сказали, да? Да, уже забирать. Ясно. Ты еще как дела? Хорошо. Не, не. Да, ты такой красивый, когда вот строй, ну, когда ты похудел. Вообще. Ему ты даешь, ну, спасибо. Ну, серьезно, ты вот на этого похож. Наверное, с Пресли. Я сейчас, да, я смотрел там его пару роликов, ну, как он там пел вообще. А какие песни? А, я не знаю, какие там это отрывки были, песен как бы. Понял. А куда именно ты едешь? Ну, знаешь, ты о, куда. А ты и не был там, кстати? Вот тут около школы. Где заправка, школа. Ну, вот новая школа, которую... А, понял. В ту сторону, да? Там, а что? Где-то. Я не знаю, где там. Что-то с друзьями, да? Всем привет, крепкого здоровья. Да, а, это в этом смысле, да? Ха-ха-ха-ха. А сегодня мне полегче, ты знаешь, что я порошки попил, вот это горло пополоскал. На прослушивание было еще? Да, ты знаешь, учительница мне понравилась, и я ей тоже. Я ей спел один куплет с этой песней, думаю, что я ей спою. Спел, короче, припев песни там, романса цыганского. А ей очень понравилось. Отлично. Она говорит, я, честно говоря, даже не ожидала. Ну, короче, наконец-то, за один урок я понял, что такое опора. Вот в интернете много показывают роликов опоры, но вот как она действительно... Это вот когда ты воздух взял, и вот задержал его, и вот это и есть опора, вот это пью, вот когда ты отталкиваешься. Ну, короче, вчера я нормально, мы позанимались так. Да я переживал, думаю, сейчас там, это самое, мы там и попили немного там свои. Короче, она мне сказала, в чем мои там проблемы. Говорит, у тебя неправильное дыхание. Оказывается, в пении точно такое же дыхание, как и у спортсменов. Ну да, похоже. Дыхание на диафрагме. Конечно. Вот, а я, блин, если бы я раньше знал, я даже эти упражнения на тренировке делал, я гирю брал, 24-ку вложил. Да. И вот, ну, как бы, просто я, прикинь, хожу вокруг да около и не знал. Вот, что такое учитель. Ясно. Ну, в общем, это, ты планируешь в ту сторону. А ты куда идешь? А я сейчас пойду в сторону морского лицея, сниму там пару объектов и все на сегодня. Душу, может, пойдем в шаурбы пойдем. Почему бы и нет? Или купе попьем, или не знаю. Да, да, давай, в общем, мне надо только полчаса. Ты пока машину возьмешь, правильно? Да, да. Ну, я... Что там... Ну, это же рядом. Ты понял? Да, да, вот. Это, где, вот, это следующий перекресток. У тут школы находится. Вот тут перекресток. Перед морским лицеем там дома 32 и 30, меня попросили показать. А-а-а. И заодно я покажу морской лицей, а также как восстанавливается школа 23. Это все рядом. Короче, ну, давай, ты снимай, я как вы, бейте, наберу. Да. Жду звонка твоего. Доеду. Спортсмен. Хорошо на велосипеде смотришься. Под тебя размер именно хороший велосипед. Да, я еду, да, видя, все вот так. У меня еще как-то на велосипеде плечи шире как-то растет. Да, да. Надо, брат, я тебя видела. Да, да, жду звонка. Созвоню сам. Вот так вот, друзья, неожиданная встреча с Демьяном. Итак, я начинаю свой маршрут от перекрестка улицы Ловицкого и проспекта Строителей. Через дорогу передо мной дом по проспекту Строителей в 50. Часть этого дома в процессе восстановления. Там были разрушены несколько пролетов. В общем, там масштабная стройка ведется. А за моей спиной этот дом относится к улице Ловицкого, номер 16. Дом уже выглядит совсем иначе, не так, как раньше. И намного лучше. Ловицкого, номер 16. Немного покажу вам дома вокруг. Строителей 53. Вот так дом выглядит после восстановления. Следующий дом. По Строителей 49. Здесь же через дорогу дом по Строителей 48. Следующий дом. Строителей 46. Покажу вам, какая здесь дорога. Дорога шикарная. Строителей 49. Дом после восстановления. Но, видимо, еще внутри ведутся работы. Здесь отверстие. Добро пожаловать. Иcloud. Дорога шикарного. Дорога шикарного. Здесь снесли пятиэтажку. Остался вот такой вот котлован. Дома разбирают вместе с фундаментом. В следующем доме ведутся восстановительные работы. Часть дома здесь разбирают. И будут возводить по новой. Здесь же во дворах восстановили детский сад. Называется он Родничок, номер 63. Дом, который здесь снесли ранее, был под номером 45. Итак, друзья, мы подошли к нашей первой цели. Дом построителей 32. Пятиэтажка в процессе восстановления. Уже установили новые окна. Восстанавливают кровлю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова О,Кулакова О,Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok В этом доме восстанавливают пролеты Установлена опалубка И здесь же рядом дом построителей 30 Эти дома сильно пострадали, конечно Здесь же во дворах детская Домовский сад номер 45 Его восстанавливать еще не начинали В 32 и 30 домах работают строители А также рядом находится и морской лицей Итак, друзья Объекты с номерами 32 и 30 По проспекту строителей В процессе восстановления И мы с вами еще посмотрим немного Обойдя вокруг морской лицей А также школу номер 23 Мариупольский морской лицей И следующий объект Школа номер 23 Эта школа все еще в процессе восстановления Проспект строителей 28 Проспект строителей 28 Ну что, Дима, все работай! Отремонтировали все? Тормоз не клинит больше? Не знаю, а ведь так нельзя сказать, надо покататься пару дней. Едем в центр города, да? Да, я думаю, отчего же заехать, заправиться. Давай, давай заправимся. Поехали! Ну, совсем другое дело стало. И расход же меньше будет, правильно? Да и расход, и вообще, я же диски только поставил, тормозные новые. А они стерлись. Да, вот ты накалил их, потом в лужу где-то заехал, а они раз и лопнули. Ну да. Это куда оно будет? Да нет, ну сейчас другое дело вообще пришло. Сейчас посмотрим, чем мы идем в лирако. Ага. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...